Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке этики. И тема сегодняшнего нашего урока Земля – наш общий дом. Все, что нас окружает, какой прекрасный и удивительный мир. Все, что мы чувствуем с вами, все, что мы видим – это наша природа. А что такое природа? Давайте с вами порассуждаем. Природа – это солнце. Природа – это небо. Это воздушные облака. Это туман. Шум дождя. Это реки. Это горы. Это вода. Ребята, хочу обратить ваше внимание, что вода относится к источникам нашей жизни. А почему мы так говорим? Давайте порассуждаем вместе. Правильно. Без воды человек может прожить несколько суток, а без воздуха человек не может прожить. Поэтому вода и воздух относятся к источникам нашей жизни. Воздух. Через нос проходит в грудь. И обратный держит путь. Он невидимый и все же. Без него прожить не можем. Почему мы воздух называем источником жизни? Правильно. Потому что все живое в природе дышит. А чистый воздух – одно из главных условий и богатств. А что хорошо очищает наш воздух? Ну, конечно же, растения. Деревья. Деревья обогащают наш воздух кислородом. Поэтому необходимо бережно относиться к природе. Земля – наш общий дом. Нам здесь жить, пить эту воду, дышать этим воздухом. Все на этой земле нам родное. И горный ручеек, и могучий карагач. А также природа – это звери, это птицы. Насекомые. Шелест листьев, пение птиц, журчание родниковой воды – все это может исчезнуть навсегда. Все мы – люди, звери, птицы, растения. Все мы живем на планете Земля. Это наш общий дом. Рыбам нужна вода, птицам – голубое и чистое небо. Диким животным – горы, леса, степи, а человеку нужна Родина. Ведь планета наша Земля – это колыбель всего живого. Разрушая экологию, человек уничтожает свой родной дом. Человек и природа – это единое целое. Горы, реки оказываются на краю гибели. И наша задача – все это предотвратить. Итак, ребятки, давайте запомним главные правила природы. Не разоряйте птичьи гнезда. Дети запомнить должны и понять, гнезда у птичек нельзя разорять. Не разоряйте муравейники. Муравьи – лесные санитары. Так прозвали люди их недаром, чтобы лес красив был и здоров, без личинок вредных и жуков. Муравьи на страже день и ночь гонят разных короедов прочь. Только ты им, друг мой, не мешай, муравейники не разоряй. Эти санитары так нужны для лесов своей родной страны. Не рвите полевые цветы. Цветы украшают луга и леса. Но это не только природы краса. В них пчелы находят целительный дар. И бабочки пьют из них сладкий нектар. Не надо, друзья, их бессмысленно рвать. Не надо букеты из них составлять. Завянут букеты, погибнут цветы. И больше не будет такой красоты. Не ловите бабочек и стрекоз. Бабочка цветная над тобой порхает. Стрекоза резвится, пляшет, веселится. Лету все так рады. Их ловить не надо. Пусть себе летают. Землю украшают. Сейчас, ребятки, прослушайте, какие советы для вас приготовила Симка. Известный совет дает вам всем известная и любимая Симка. Давайте же стараться жить так, чтобы земля вокруг нас осталась богатой, щедрой и прекрасной. Чтобы журчали чистые ручьи, цвели цветы, порхали бабочки и пели птицы. Давайте, люди, дружить с друг другом, как птицы с небом, как ветер с лугом, как парус с морем, трава с дождями, как дружит солнце со всеми нами. Давайте, люди, любить планету во всей Вселенной, похожей нету. Итак, ребятки, если мы будем беречь природу, то будем сохранять свое здоровье. Помните об этом всегда. А сейчас, ребятки, запишите работу, которую вы выполните самостоятельно дома. Нарисовать иллюстрацию «Земля – наш общий дом». Я желаю вам крепкого здоровья и отличного настроения. На этом, ребятки, наш урок окончен. До новых встреч! До свидания!